Всем привет! Вы смотрите канал Russian with Dasha и сегодня у меня в гостях Джейни с канала How Janie Learned Russian. Привет, Джейни! Привет, Даша! Спасибо за приглашение! Спасибо, что присоединилась. Я уже была гостьей на канале Джейни и ссылку на видео я оставлю в описании. Обязательно посмотрите, подпишитесь на канал, если ещё не подписаны. Транскрипции будут на Патреоне. Сегодня мы с Джейни поговорим об очень интересной теме, об ошибках, которые чаще всего делают в русском языке англоговорящие ученики. Возможно, вы узнаете эти ошибки и поймёте, как их исправить. Джейни, мой первый вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь англоязычным студентам трудно даётся русский язык или легко? Да, очень трудно даётся. Конечно, даже фонетика для нас трудная. И, конечно, грамматика — это целый кошмар. Да, вот для нас много чужого в русском языке. Да, потому что обычно американцы, они изучают испанский или французский в школах. И у них грамматика, ну, довольно похожа на нашу грамматику. А русская грамматика, даже русский менталитет — совсем чужая вещь для нас, я бы сказала. Да. И какие трудности испытывала ты, когда начала говорить по-русски? Но, к сожалению, это даже не в прошлом. Я до сих пор испытываю трудности. Я бы сказала, что я помню, когда я жила в Москве и училась в университете, я изучала литературу, историю. И все эти курсы были полностью на русском языке. То есть для меня самая большая проблема была с интонацией, да. То есть мы часто не обращаем внимания на интонацию, но мы обращаем внимание на произношение и так далее. Но люди не понимают, насколько важна интонация, чтобы задавать вопросы, чтобы люди поняли, о чём ты спрашиваешь. Видишь? То есть я помню, на моих занятиях, когда приходилось уточнить, да, о чём говорит преподаватель, я так боялась, потому что у меня была английская интонация. То есть я, например, задавала такие вопросы, как «Как зовут жену Пушкина?» Да, и это звучит очень странно по-русски. То есть или часто, например, я, если я входила, я вошла в магазин и спросила, «У вас есть книги?» И они как «Дальше есть что-нибудь?» Глупый вопрос, да. То есть это не получается как вопрос на русском. Мне всегда надо было добавить «Это вопрос!» Я спрашиваю, потому что не было ясно по интонации, что я задаю вопрос. То есть, да, я помню, что это сводило меня с ума, вот интонация. Я много страдала от интонации. И, конечно, до сих пор я всегда, и, наверное, будут такие случаи в этом виде, я всегда забываю, куда ставить ударение. До сих пор, да. То есть это даже слово, которое я много раз говорила в жизни, но почему-то в момент, особенно когда я волнуюсь, я забываю, где ударение. Кроме этого, глагольный вид до сих пор меня мучает очень сильно. И я помню, я, наверное, три года неправильно говорила глаголы «движение». Это стыдно, но у меня есть пост в Фейсбуке, где я вот написала «Ой, я пошла на концерт вчера, было очень круто». Да, я это как «Ну и вернулась ли ты?» Да, должна была сказать, что я ходила на концерт. То есть я, да, много, также долгое время разбиралась в глаголах движения тоже. Но стоит добавить, что ошибки делать не страшно, и это нормально. Когда ты говоришь на неродном языке, делаешь ошибки. Даже на родном языке иногда нормально делать ошибки, главное их исправлять. Например, я долгое время говорила «интервьюер», а не «интервьюер», например. Так что россияне тоже иногда путают, куда ставить ударение. Самое главное — продолжать говорить. Ошибки не должны вас стеснять. Никто над вами смеяться не будет. Но даже если похихикают немного, ничего в этом страшного нет. Не бойтесь делать ошибки, не бойтесь говорить. Только так будет прогресс. Давай мы с тобой сейчас поделимся с нашими подписчиками списком фраз, которые чаще всего говорят неправильно. У тебя есть «у меня есть 25 лет», а «у меня», часто говорят «я» 25 лет. Я 25 лет. Как на английском. Но «у меня есть» — это, наверное, связано с испанским языком. Потому что на шлангах говорят «your tango». Когда я был 25 лет. Да, точно. Тоже. Как правильно говорить? Когда мне было. Да, мы часто повторяем вот это. Потому что это для нас очень непривычно звучит. Когда мы говорим о возрасте, мы говорим «кому» дательный падеж. Кому «мне» 33 года, ему 15 лет, ей 1 год. Если вы говорите в прошедшем времени. Когда мне было 25 лет. Когда ей было 10 лет. Спасибо. Следующая моя, можно сказать, любимая ошибка — это «он работает как» или «она работает как». Он работает как инженер. Она работает как менеджер. Я работаю инженером. Это творительный падеж, instrumental case. Я раньше работала менеджером. Сейчас я работаю преподавателем. И также с глаголами «быть» или «стать». Он был поэтом. Он стал художником. Или она стала блогером. Вот. Ну, мне кажется, все американцы, англичане делают эту ошибку. Я до сих пор сомневаюсь, правильно ли я говорю. Потому что, ты знаешь, мы говорили об этом, ну, как в университете, на моих курсах. Что правильно должно быть. То есть мы используем творительный падеж, когда это состояние изменилось. То есть мы никогда не говорим «мой дедушка был мексиканцем». Да, это, вот, мой преподаватель сказал, что вот это как будто он перестал быть мексиканцем. Да. Также мой преподаватель сказал, что теперь есть такая тенденция в русском языке, что они употребляют творительный падеж больше, чем они должны. Представляешь? Что даже вот русский язык, правила русского языка сейчас даже меняются. Очень интересно. Очень интересно. Ну да, это очень странно, что такое простое слово, как «быть», требует очень сложной грамматики. Да, и самое главное, в настоящем времени, да, мы не говорим «я есть преподаватель», «я преподаватель». Но то, что мне не очень нравится, ну это даже смешно, это, окей, это касается падежей, да. То есть очень интересно, студенты часто думают, что в каждом предложении может быть только один падеж, да. То есть, например, я училась в университете Бостона, да. Ну они как, они думают, что нет, предложенный падеж, потому что я училась, и я училась в университете Бостоне, да. Как будто я всегда говорю, нет, в одном предложении могут быть 7, 8, 10 разных, ну как разных случаев падежей. И для нас, для анговорящих, это очень странно, что каждое слово, ну надо смотреть на каждое слово отдельно и думать о том, ну окей, хорошо, какой падеж нужен именно этой фразе или этому слову. И я помню в начале, когда я начинала говорить по-русски, я думала, что русские самые гениальные люди. Они знают, что они хотят сказать до того, как они скажут. Блин, они такие, я сама даже по-английски не могу так ясно, так чётко думать о том, что я хочу сказать. То есть, да, я помню, что я думала, ой, русские, они, они очень умные люди, потому что, да, это... Так, то есть, да, вот они думают, что в каждом предложении может существовать только один падеж. Это для меня очень смешно. Да, ну, например, когда мы говорим, мама потеряла телефон сына, да. Телефон – винительный падеж, сына – родительный падеж. Совет, наверное, больше слушать, больше читать и изучать пособия по глагольному управлению и по падежам таких учебников. Много мне, например, нравятся падежи и предлоги. Окей, хорошо. Также я заметила, когда мы хотим выразить, что нам что-то нравится, американцы, англичане часто говорят, я люблю этот суп. Я посмотрел фильм, я люблю этот фильм, например. Любить суп немного странно. Когда вы его только что попробовали, вам, вы можете сказать, мне понравился этот суп, «Мне понравилась эта песня» или «Мне нравится рок-музыка». Может быть, тебе будет интересно, что в наших учебниках, которые, ну, в самых популярных учебниках, которые используют здесь, в американских университетах, представляют винительный падеж раньше, чем дательный. Они говорят вот так, если это плюс глагол, тебе надо употреблять «любить». Я люблю заниматься спортом, я люблю гулять, например. А если это вещь, тогда мне нравится. Но, по-моему, у них есть вот «любить» в учебниках, потому что винительный падеж проще, чем датели. То есть, да, это всегда... Я смотрю на эту ошибку с точки зрения преподавателя, и да, это всегда очень... Это очень трудно. Но да, более authentic, более подлинно. Это мне нравится. Или особенно, если это просто один случай или одна вещь. Да, какие у тебя впечатления об этой вещи, да? Да, действительно, я люблю читать, я люблю смотреть документальные фильмы. Самое главное, мне кажется, что нужно запомнить, если вы попробовали какой-то кофе, например, и говорите «О, мне нравится этот кофе, мне нравится этот вкус» или «Мне понравился как результат, мне понравился этот кофе». Хорошо, я вспомнила одну ошибку. Это «если». И мне интересно, меняются ли правила по этой грамматике. То есть, я хочу знать, если тебе понравился этот фильм. Я пишу тебе, чтобы узнать, если тебе понравился этот фильм. Должно быть, понравился ли тебе этот фильм. То есть, я даже слышала, что носители, которые давно уже привыкли к английскому языку, они неправильно употребляют «если». Это правда? Да, 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 я согласна. Если смотреть много контента на английском, начинаешь по-русски думать как по-английски. Я не знаю, хочу ли. Я не знаю, могу ли. Я не знаю, пойду ли я сегодня в кино. Я не знаю, будет ли хорошая погода. Я не знаю, если нет. Даже на продвинутом уровне многим очень трудно разбираться в этом. Ну, как я обычно пытаюсь объяснить это правило, есть слово, на которое ответ «да» или «нет». «Пойду» или «не пойду», «хочу» или «не хочу», «завтра» или «не завтра». И вы должны выбрать то слово, на которое будет ответ «да» или «нет». Например, я не знаю, пойду или не пойду я в кино. Я не знаю, пойду ли я в кино. То есть «ли» стоит после этого слова. Я не знаю, завтра ли он приедет. То есть «завтра» или «не завтра». Я не знаю, приедет ли он. Приедет или не приедет. Я не знаю, он ли звонил. Кто звонил, он или другой человек. И, конечно, всегда сложно знать, куда ставить вот слово «ли». Для англоговорящих это очень сложно. Что есть такое мелкое-мелкое слово, но оно играет очень... Оно играет большую роль в вопросе, о чём ты спрашиваешь, да. Да, да. Но, как я сказала, после того слова, на который ответ «да» или «нет». Да. Хорошо. Многие иностранцы очень любят слово «тоже». Например, я смотрел фильм и тоже играл в видеоигры. Когда мы говорим, что мы любим что-то и что-то ещё, мы добавляем так же. Я люблю смотреть фильмы, читать художественную литературу, а также кататься на велосипеде. Но если вы общаетесь с другим человеком, и он говорит «мне нравятся книги Достоевского», то можно ответить «мне тоже нравятся книги Достоевского», да, а также книги Гоголя. Да, то есть, а ты знаешь, вот, я хочу поздравить тебя, потому что даже, ну, это очень хорошо, что ты образованный преподаватель, да, потому что часто бывает, ну, если ты просто спросишь у типичного носителя русского языка, и спросишь, ну, в чём разница, так же или тоже, он не знает, он не может ответить. И вот почему надо учиться у профессионала, да, потому что типичный носитель не знает ответ на такие вопросы, да, то есть тоже это когда два разных, да, человека любят или делают одно и то же, и, ну, и так далее, вот. Да, так же это дополнительная информация какая-то. Я знаю, что на твоём канале есть видео с носителем русского, и ты её спрашивала, какой падеж в этой фразе, да, например, я звоню маме, да, например, какой падеж, она не ответила, потому что мы в школе учим русский по-другому, не так, как иностранцы. Мы даже не задумываемся, какой падеж, но мы задумываемся, какое окончание. Интересно. Вот, то есть Е или И, например. Частая ошибка носителей русского. У меня сегодня день рождения. А надо, у меня сегодня день рождения. Вот, то есть мы тоже делаем ошибки, просто чуть-чуть другие. Хорошо, я вспомнила одну ошибку. Это спросить-спрашивать или попросить-просить. Я также слышу, как носители неправильно употребляют. То есть, ну, как ответишь. Потому что, да, для нас англоговорящие... Как я объясняю студентам, если вам нужна информация, вы спрашиваете. Максим спросил, какая завтра погода. Но если Максиму нужно действие от тебя, тогда Максим попросил открыть окно. То есть, если вам нужна информация, вы спрашиваете, задаёте вопрос. А если вам нужно действие, чтобы человек что-то для вас сделал, Анна попросила позвонить маме. То есть, это действие. Я беру трубку и звоню маме. Вот так, наверное, я объясняю. Да, очень хорошо. Да, для нас это немного трудно. Я очень люблю, когда на вопрос, чем ты сегодня будешь заниматься, какие планы, мне говорят, это зависит. It depends, да? Мы так не говорим. Обычно мы говорим, зависит от и дальше чего. Родительный падеж. Например, зависит от погоды. Зависит от моего настроения. Зависит от того, позвонит ли мне мой друг. Здесь уже или и от того. Зависит от чего. Мне это зависит. Так, очень хорошо. Так что я думаю об ошибке, которую я сама делала. И все, конечно, насмехались над мной, потому что вокруг были мальчики, пацаны. И я сказала. Ну, то есть, у нас есть такая фраза на английском. Мы часто говорим. I can't wait. I'm so excited. I'm so excited. Right? То есть, часто бывают такие проблемы. Я говорила, что это Englishism. Да, это Englishism. Ты делаешь русский язык английским, скажем так. Ну, например, то есть, я смотрела, я хотела сказать, что I'm really excited. То есть, я посмотрела в словаре, и там возбуждена. То есть, я говорю, ой, я очень возбуждена. И, конечно, все поржали. Ты можешь объяснить потом на своем канале, почему. Как должен сказать вот ученик. I'm so excited. Oh, I can't wait. I'm so excited. Можно сказать, я ждусь с нетерпением. Да, я ждусь с нетерпением. Я очень ждусь. Я очень ждусь. Жду не дождусь. Это очень странно звучит на английском. I very wait. Да, да, да. Ну, я возбуждена, что скоро у меня будет день рождения. Like, that sounds really funny in Russian, right? Я в предвкушении, можно сказать. Когда ты знаешь, что тебя ждёт что-то приятное, ты говоришь, я в предвкушении. Да, класс. Я в предвкушении своего отпуска. Скоро я поеду в отпуск. Студенты, копируя конструкции на английском, говорят, брать что-то. Брать, например, название транспорта, брать такси, брать трамвай, брать автобус, брать душ, брать экзамен. Когда вы хотите сказать take a cab, например, можно сказать вызвать такси или заказать такси, или поехать на такси, поехать на метро. Смотря какой контекст, то есть ехать на и транспорт, да, в предложенном падеже, на чём. Если мы говорим про душ, то принимать душ. Если мы говорим про экзамен, то сдавать экзамен, проходить онлайн-курс, но не брать. Брать можно деньги у других людей, если... Хотя ты знаешь, люди, которые давно уже бывали, ну, как носители русского языка, которые уже давно живут в США, они говорят, я беру курс. Они так говорят в Америке, да, потому что они... у них английская грамматика в голове. Можно сказать, я беру курс на успех, но это как будто твой вектор теперь на успех. Я беру курс на успех, то есть мой вектор, теперь я смотрю какой-то курс по компьютеру. Так, я вижу, я вижу вот здесь два слова, другой, разный. Это очень, да, вот очень часто, потому что у нас есть такое слово different, и это можно употреблять во всяких там случаях. Русская культура очень другая, да, от или чем, я не помню, вот это... Да-да-да, другая чем. Как правильно. Конечно, зависит от уровня человека, потому что вот эта фраза отличаться, чем отличаться, отличаться от чего, Вот, тогда это немножечко сложная фраза, но должна быть, русская культура сильно отличается от американской культуры. Хотя, можно сказать, что это совсем другой менталитет, это совсем другая культура, но нельзя другая от, или надо сказать, отличаться от чего. Да, то есть у нас есть что-то, с чем мы сравниваем, у нас есть американская культура, русская культура отличается от американской. Ну, давайте представим, что это разные ручки, да, они обе чёрные, но у них разные дизайны, вот. Вот, у меня есть такая чашка, зелёная чашка, и также есть другая чашка красного цвета. Ага, а другая. Вот, один преподаватель мне очень, ну, как чётко объяснил, что это просто как, not this one, that one. Всё, другая. Да, мы, кстати, сказали про брать, также у нас есть глагол делать, который также носители английского копируют в конструкциях на русском. Например, говорят, делать спорт. Тренировку. Нет, подожди-ка, можно сказать... Кто-то сказал, надо ходить. Да, вот так, делать зарядку, ходить на тренировку. Ходить на тренировку, хотя, а что, если это тренировка дома, по видео? Да, ты смотришь YouTube и повторяешь, я сделал тренировку. Мы обычно говорим, я потренировался, тренироваться, потренироваться. Я немного потренировалась и пошла на работу. То есть, если вы ходите в спортзал, вы говорите, я хожу в спортзал, или я ходил в спортзал, я хожу на пробежку, или я бегаю каждый день в парке, я занимаюсь спортом, йогой, пилатесом, и ещё также есть катаюсь. Катаюсь на коньках, на велосипеде, в общем, не делаю. Да, мне кажется, часто ещё ошибаются, когда говорят о будущем, о планах. Например, говорят, я буду, и плюс глагол в perfect form, в совершенном виде. Я буду написать, я буду посмотреть, позвонить. Нет, когда вы говорите о своих планах, если это что-то, что нужно сделать один раз, я позвоню, я напишу, я куплю. И если это про путешествия, часто иностранцы говорят, I want to travel to Russia, да, я хочу путешествовать в Россию. Я всегда говорю, что путешествовать лучше употреблять с предлогом по. Например, путешествовать по разным городам России, путешествовать по Европе, путешествовать по американским штатам. То есть вы посещаете несколько мест. Но если вы хотите поехать в Москву или в Санкт-Петербург, вы говорите, я в следующем месяце поеду в Москву. В следующем году я хочу поехать в Париж, например. И, кстати, вот мы говорили об этом. Конечно, вид – это очень сложный предмет. И, дорогие зрители, англоговорящие, вы будете вечно страдать от глаголного вида. Вы будете вечно разбираться в нём. Он до сих пор сводит меня с ума. Почему ты говоришь, я хочу поехать в Россию, если мы знаем, что ты вернёшься оттуда? Почему не ездить? Видишь? То есть это так странно звучит. Ты хочешь туда поехать и попасть? Пропасть или как? Разве у тебя нет планов вернуться? Почему говоришь поехать? Ну, во-первых, ездить, по-моему, это несколько раз. Например, я хочу каждый год ездить в Россию. Регулярно. Регулярно, да. Я хочу чаще ездить в Россию. Я хочу чаще ходить в спортзал. Но сегодня я пойду в спортзал, потому что я давно там не была. После хочу, нам нужен результат. Я хочу посмотреть. Мне нужен результат. Но мы также... Но в этом случае, видишь, потому что я хочу видеть тебя чаще. То есть, да, вот для нас это... Потому что мы хотим чёткое правило, да? Окей, хорошо. Мы очень хотим, чтобы всё было ясно, да? О, я вижу слово «хочу», значит, там должен быть совершенный вид. Нет, 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 нет. Не всегда. Зависит от того, что подчёркивает говорящий. Видишь? И вот почему я не люблю глагольный вид. Потому что всё относительно, всё зависит от того, да? Эх, ужас такой. Да. Ну, важно смотреть на контекст. Есть слова, которые нам помогают понять. НСВ или СВ. Например, НСВ это раньше, всегда, иногда, никогда, не, чаще, каждый день, по выходным. Это то, что спасает меня. Это вот эти помогающие ключевые слова, от которых, или без которых я очень редко выбираю правильный вариант. Да. Ещё, кстати, вот пока я не забыла, также слово «искать» и «найти». I want to find something. I want to find a new book. Я хочу найти новую книгу. Или «мне надо найти», не «мне надо искать», да? «Мне надо найти». Но я искала свои очки, но так их и не нашла. Да. И ты знаешь, может быть, у тебя много учеников, у которых есть опыт с испанским языком. Потому что вот эти слова «бускар», «энконтрар» и так далее, у них тоже такие нюансы. И, наверное, они не соответствуют системе русского языка. По-русски мы наливаем, насыпаем, кладём, да? А по-испански это всё одно слово. Одно слово. Да, это зачем нужно столько разных слов? Это просто put. Да, вот. Очень интересно. Слушать и слышать. И я думаю об этом, потому что люди, которые говорят по-испански, по-португальски, они также на английском употребляют неправильное слово. То есть они говорят И по-русски это ещё труднее, потому что они так похожи друг на друга. Слышать и слушать. Очень интересно. Слышать это to hear, слушать это to listen. Можно слышать, что говорит мама, но не слушать её. То есть она хочет, чтобы я что-то сделала. Да, да, я слышу, что ты говоришь, но я всё равно этого делать не буду. Я не буду тебя слушать. You don't listen to the advice. Да, вот. Очень интересно. И также смотреть. Очень-очень забавно, когда студенты говорят, что я люблю смотреть на телевизор. Сижу и смотрю на выключенный телевизор. Как сейчас, вот сейчас мой кот, смотрите, мой кот смотрит на телевизор, да? Он не смотрит телевизор, он смотрит на него. На телевизор, да. Вот. И очень интересно, что такое маленькое слово на очень важное, потому что... Или даже по-английски, вы знаете, мой муж-баразилец, он говорит, что Oh, don't worry, my mom will look at the baby. Like, that sounds so funny, you know? Because in Portuguese it's just one word. And so, again, it's the same thing in Russian. Смотреть на versus смотреть and how those translate, so... Да, точно. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие ошибки вы чаще всего делаете. И, может быть, есть какие-то забавные, смешные истории, которыми вы захотите поделиться. Джейни, большое спасибо тебе. Я думаю, что мы запишем, возможно, вторую часть, если получим достаточное количество комментариев, если нашим слушателям и подписчикам понравится это видео. Большое спасибо, что ты сегодня пришла на мой канал. Да, спасибо тебе большое, Даша. Было очень приятно. Да, взаимно. Увидимся в скором времени. Подписывайтесь обязательно на канал Джейни. И всем хорошего дня. Да. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok